Это большие черви на большой планете в фильме с большим временем действия. Это очень много значит для восприятия. Если вы пропустили эти мелкие детали в Дюне, часть вторая, не волнуйтесь, мы позаботимся о вас. Впереди вас ждут спойлеры. Вторая часть начинается с пояснительного рассказа принцессы Ирулан. Она рассказывает зрителям о событиях первого фильма, в частности, об уничтожении дома Атрейдесов домом Харканенов и ее отцом, императором Шаддамом Иве. Если вы читали роман, это вступительное повествование сразу же вызовет в памяти эпиграфы, которыми начинается каждая глава, написанная принцессой. Другими словами, Дюна Герберта наполнена отрывками из сочинений Ирулан, рассказами о Поле и Аракисе, написанными после событий, описанных в книге. Она проводит большую часть своей жизни как писательница и историк, и забавно видеть, что этот аспект ее характера включен в книгу. Дюна, часть вторая. В самом начале фильма нам показывают, что она интересуется более масштабными событиями галактической истории, предвещающими будущее. Она сыграет решающую роль в хронике этого события. И поскольку Ирулан вообще не появляется в первом фильме Дюны, вторая часть начинается с одной множества ее цитат, отличный ход для давних поклонников романов. На протяжении большей части Дюны, часть вторая Чани носит голубую ленту в волосах. Позже, особенно во время батальных сцен, вы можете увидеть, как она обмотана вокруг рукава ее стилситом. Ее яркий оттенок выделяется на фоне цветов одежды большинства фременов и самой пустыни, но что на самом деле символизирует лента? Этот аксессуар, судя по всему, представляет собой шарф Нижона. Предмет из романа, который носят фременские женщины, состоящие в браке или в других романтических отношениях и родившие сына. В книге Пол и Джессика годами живут среди свободных в пустыне, в то время как Дюна, часть вторая длится меньше года. В этой сокращенной временной шкале вырезаны некоторые эпизоды из романа, в том числе тот, в котором у Пола и Чани рождается сын по имени Лето-2. В романе Лето-2 погибает, будучи еще младенцем, став жертвой нападения врагов своего отца. Вручение Чани синего шарфа в фильме может быть отсылкой к этой сюжетной линии, поскольку поклонники книги, скорее всего, оценят это по достоинству. Некоторые предполагают, что сюжетная линия Лето-2 была запланирована, но вырезана из фильма, но это кажется маловероятным, поскольку у Чани недостаточно времени, чтобы забеременеть ирожай. Вместо этого шарф, похоже, символизирует ее отношение с Полом в фильме, которые становятся все более отдаленными в заключительном акте. Убирайтесь из моих мыслей. Нет, пока вы не скажете им обоим, кто я на самом деле. Если вы поклонник Дюны Фрэнка Херберта, то у вас, вероятно, возник один важный вопрос о Дюне. Часть вторая. Как в фильме отнесутся к младшей сестре Пола, Алия? В книге «Между смертью герцога Лета от Рейдеса и Полом» проходит около пяти лет это победа над Харканинами и Императором Шадамом IV. Во время кульминационной битвы в первом романе Алии было 4 года, и она была полностью сознательным человеком с многовековыми знаниями благодаря тому, что подверглась воздействию вода жизни внутриутробно. Она уже компетентный лидер, к ней обращаются за помощью. Злобность — это Алия Ножа. Создать убедительную четырехлетнюю принцессу-убийцу, обладающую глубокими космическими знаниями — непростая задача для живого боевика. Чтобы избежать этой дилеммы в Дюне, часть вторая глава о пустыне Пола сокращена менее чем до девяти месяцев, что позволяет Джессике оставаться беременной на протяжении всего фильма. Алия продолжает играть главную роль в сюжете, но она делает это еще в утробе своей матери. Однако в одной сцене мы видим, как она предстает перед Полом взрослой женщиной, которую играет Аня Тейлор-Джой. Если вы не читали книги, все это может немного сбить вас с толку. Алия играет невероятно важную роль в Мессии Дюны и Детях Дюны, и поскольку она обладает способностями предвидения, подобными способностям Пола, она способна общаться с ним как когнитивно, так и вне времени. Оба брата и сестра существуют на общей частоте Future Side, и короткая эпизодическая роль Алии на экране предвещает гораздо большую роль в потенциальном сиквеле. Действие второй части в основном происходит на Аракисе, но она посещает пару других планет, включая родную планету Харканена в Геоди Прайм. В романе планета описывается как невероятно индустриализованная, вплоть до того, что естественная экосистема находится в упадке. Режиссер Дэнни Вильнев и его команда в экранизации сделали еще один шаг вперед, превратив Геоди Прайм в буквальном смысле в черно-белый мир. Особый выбор цвета кратко объясняется в реплике непосредственно перед тем, как Фей Траута Харканен выходит на арену гладиаторов для своего большого боя. Диктор упоминает, что у Геоди Прайм есть черное солнце, которое окрашивает весь мир в суровые брутальные оттенки серого. Это одновременно и приятный привкус научной фантастики и идеальный символ мировоззрения Харканенов. Они живут в холодной жестокой культуре и увековечивают ее. Их вооруженные силы мобилизуются в сценах, которые напоминают фашистские образы реального мира. И они наносят авиаудары и используют беспилотные летательные аппараты против фременов, вместо того, чтобы сражаться честно. Вильнев сказал Мовифоне, идея взята из книги. Эта книга представляет собой исследование воздействия экосистемы на человека, основанное на природе экосистемы. Мы являемся продуктом нашей окружающей среды. Используя методы инфракрасной съемки, режиссер смог создать уникальную суровую экосистему на Геоди Прайм. Продолжал он говорить, что если вместо того, чтобы раскрывать цвета, солнечный свет убивает их и создает очень жуткий черно-белый мир, который даст нам информацию о том, как эти люди жили. Воспринимайте реальность, касающуюся их политической системы. Фейд Раута Харканен, классический литературный персонаж, во всех отношениях под стать Полу Атрейдесу, но с мрачным причудливым оттенком. Параллели между ними тоже не просто символичны. Частью великого плана Бен и Джессерид является одновременное поддержание активности нескольких кандидатов на Квисадс Хадерах. Они не ставят все свои фишки на Пола Атрейдеса, и совершенно очевидно, что у них есть и другие варианты, включая Фейда Рауту. Это не пророчество, это история. Стоит только моргнуть, и вы пропустите намек на то, что это происходит, когда монахиня Бен и Джессерид по имени Марго Фенлинг соблазняет Фейда и проводит тест Гом Джабара. Во время их первой стычки, Фейд говорит, что она приснилась ему прошлой ночью, несмотря на то, что они никогда не встречались. Как и Пол, Фейд обладает способностью предвидеть будущее. Если бы он был воспитан в рамках той же подготовки Бен и Джессерид и Ментата, которую Пол получал на протяжении всей своей жизни. Возможно, что он мог бы даже достичь подобных способностей при длительном воздействии Спайса. Существование альтернативного пути показывает, насколько хрупким на самом деле является пророчество Павла. Да, он видит будущее, но ему еще и везет. В мире Дюны пророчества создаются ради политической выгоды. Этот небольшой проблеск предвидения Фейда Рауты подчеркивает, что один маленький неверный шаг может привести события в совершенно ином направлении. Одной из главных сцен в Дюне, часть вторая является первая поездка Пола на песчаном черве, важный момент в книге, который прекрасно переведен на большой экран. Последовательность событий воссоздана идеально, но если вы не читали оригинальную версию, вы можете не узнать все, что происходит в книге. Это продолжается. Езда на песчаных червях описана в книге очень подробно. Крюки, которые используют Пол и Флемены, предназначены не только для управления или удержания червя на поверхности, но и для удержания червя над землей. Крючки предназначены для того, чтобы зацепляться за отдельные пластины экзоскелета червя, открывая их, чтобы обнажить более мягкие части под ними. Такое отверстие делает червя уязвимым для раздражения песком, поэтому он инстинктивно поворачивается, чтобы держать открытую пластину сверху, как можно дальше от песка. Возможно. Это естественным образом ставит наездника в такое положение, где он может встать, задействовать больше крючков и начать более активно управлять червем. А поскольку пластина остается открытой во время езды, этот процесс также гарантирует, что червя не попытаются вернуться под землю, пока Фримен находится на них сверху. Одна из небольших сюжетных линий в Дюне. Часть вторая — это соперничество между Глоссу Рабаном Харканеном и Гурни Халеком. Из этих двух фильмов мы по крупицам узнаем, что Гурни ненавидит Рабана не только потому, что ненавидит Харканенов, хотя отчасти это и так. Рабан убил свою сестру, когда они с Гурни были рабами на Гьоди Прайм. Для Гурни он олицетворяет всю жестокость и порочность Харканенов, и вполне уместно, что именно такой верный слуга дома Атрейдесов убил Рабана. Тем не менее, этот момент на удивление меланхоличен. Он знаменует собой окончание многолетней вражды между Харконенами и Атрейдесами, но начало гораздо более жестокого конфликта. Одна вещь, которую фильмы Дэнни Вильнева-Дюна немного замалчивают, это то, как на самом деле работает вся экосистема Аракиса. В первом фильме рассказывается, что усилия по терраформированию прекратились после открытия специй, но мы не получаем такого подробного объяснения, как в книге. Во второй части также приводятся некоторые пикантные подробности о том, как работают черви, но это не изложено в явном виде. В фильме мы видим, что вода жизни на самом деле извлекается из молодых песчаных червей. Это какая-то биологическая жидкость. Причина, по которой она обладает такой же способностью предвидения, как и пряность, заключается в том, что песчаные черви сами по себе являются важнейшей частью процесса выращивания пряности. Мы также видим в Дюне, часть вторая, что вода смертельна для песчаных червей. Хотя об этом никогда не говорится вслух, мы видим это на практике. Хрупкая экосистема Аракиса создает суровый цикл, в результате которого спайс постоянно генерируется. Однако этот процесс также препятствует тому, чтобы планета стала более пригодной для жизни людей. Дюна это настоящая трагедия по своей сути. Это история молодого человека, которого силы, находящиеся вне его контроля, толкают в жестокое будущее. Вторая часть показывает нам возвышение Пола как лидера среди фременов, но также и его падение. На протяжении большей части фильма Пол сопротивляется переходу на юг. Во всех его видениях это путешествие ведет к священной войне. Он боится галактической волны кровопролития, которую от его имени ведут фанатики, которых он не в состоянии контролировать. Но он все равно отправляется, не видя альтернативы. Одна деталь, которую вы, возможно, не заметили, заключается в том, что Пол выглядит совсем по-другому после того, как он выпивает воду. Перед этим есть множество сцен, показывающих его в интимные моменты. Как и Чани, мы видим настоящего Пола, частного человека, а не публичную фигуру. Но у нас больше никогда не будет такого момента, как этот, после того, как он выйдет из кома. Вместо этого мы видим его таким, каким его видят его последователи, смелым лидером без тени сомнения. И как и у Чани на данном этапе, у нас нет доступа к его внутренним убеждениям. В какой-то момент она говорит ему, ты никогда не потеряешь меня, пока остаешься тем, кто ты есть. Но в конце концов Пауля Трейдес умирает, и Квисадс Хадерах восстает. Я буду любить вас до тех пор, пока дышу. У Фейда и Пола в их путешествиях было много маленьких параллельных моментов. Когда Фейд захватил Араки Сурабана, он настоял, чтобы его старший кузен поцеловал ему ноги. В конце фильма Пол отдает аналогичный приказ старому императору, приказывая ему поцеловать его герцогский перстень с печатью. Выясняется, что Пол и Фейд сами являются двоюродными братьями, поскольку отец Джессики никто иной, как барон Владимир Харканинг. В ваших жилах течет кровь герцогов и знатных домов. Фейд Раута встречает свой конец в другом зеркальном отражении. В конце боя на ножах с Полом, Фейд одерживает верх, вонзая свой клинок в бок Пола и приближаясь к своему врагу, чтобы нанести смертельный удар ножом, который он выронил. Однако, когда Фейд наносит последний удар, Пол ловит его на своем ноже, который он, кажется, вытаскивает из себя так, что Фейд этого не замечает. Они раздвигаются, умножая параллельные раны, но рана Пола едва ли не смертельна. Это последнее напоминание о том, насколько узок путь Пола к победе, и вполне уместно, чтобы дуэль закончилась идентичными атаками. На протяжении всего последнего акта Дюны, часть вторая становится ясно, что Пол изменился. Вода жизни полностью активизирует его способности, и все, что он видит с их помощью, убеждает его в необходимости войны. Даже когда разгорается финальная битва, вы можете убедить себя, что поведение Пола вызвано нежеланием. Он должен победить Харканенов, потому что они злые, и он должен занять Императорский трон, чтобы поддерживать порядок. Может быть, он сможет найти другой ответ помимо Галактической войны. Ему просто нужно сначала вернуть Арракис и разобраться во всем. Но затем, после победы над Фейдом Раутой, Полу сообщают, что другие Великие Дома отказываются подчиняться его правлению. Стилгар спрашивает, что бы он хотел, чтобы Фремены сделали, и ответ Пола прост — приведите их в рай. Это зловещая, вызывающая озноб фраза. Он не только использует язык пророчества, чтобы заставить Фременов подчиниться, но и в его голосе слышится явная злоба. Он знает, что отдает прямой приказ об убийстве миллионов, а возможно и миллиардов людей. Но он не теряет ни секунды, пытаясь договориться о более мирном результате.